Здравствуйте, дорогие любители вышивки, вышивальщицы и вышивальщики. Сегодня я сделаю обзор на старенький, пристаренький журнал Крой Штихмотивы за 2010 год. Да, вот такой вот антиквариат очередной. Этот журнал я купила из-за того, что здесь даны вышивки с маяками. Здесь их много, видимо журнал как-то был посвящен этому, может быть была какая-то мода на маяке. И вот я решила купить из-за этого. Ну что ж, давайте нашу листалку начнем и по ходу я буду давать какие-то свои наблюдения, замечания. Смотрим. Раньше журнал Крой Штихмотивы был построен совершенно по-другому. Вот сначала давалась фотография вышивки, описывалось как ее сделать, какие нужны материалы, какие нужны цвета, ниток, нитки. Немножко описывался процесс сам, дизайнер, который его сделал. Вот заметьте тоже, здесь очень много вышивок, которые вешаются на хенгеры, так называемые металлические такие вешалочки. Это могут быть хенгеры для просто панно и для каких-то легких таких полотенец кухонных. Вот. И вот сначала идет описание, а следом за ним сразу же идет схема. Вот первый сюжет с маяком, с маяками. Льняная лента, на которой вышито три маячка и два кораблика. Морская тема такая. Очень такой интересный сюжет для кухни, для легкого льняного полотенца, который скорее будет украшать кухню, чем будет использовано по назначению. Дано 15 с вариантов 15, да. Странно, что... Нет, здесь написано 15, но, по-моему, здесь их больше. В общем, множество вариантов написания слова «хлеб» на разных языках, в том числе на русском. Вот я вижу на русском. Ну, да, это интересно. Ах, здесь дано 15, в этом выпуске. Видимо, в следующих выпусках там продолжение будет. Но вот именно этот выпуск идет со словом «хлеб» на русском. Вот. Это маленькие сюжетики в осеннем стиле от дизайнера Марион Флэсдик. Вот эта женщина-дизайнер, она... У нее в нашем городе есть свой магазинчик, она живет в нашем городе, где я живу, где я проживаю в Германии. И это просто великолепное место, в которое, когда ты заходишь, ты просто забываешься. У нее удивительные вышивки, интересное оформление, и она сама работает за прилавком. В общем-то, у нее я и купила этот журнал. Видимо, она в свое время закупила их много, потому как есть вот ее схемы здесь. Такие простенькие схемы осеннего стиля. Вообще, вот старый выпуск журнала «Кройт Штих» мне меньше нравится, чем сейчас тот, который выходит сейчас. Видите, очень много маленьких простых сюжетов. Они, конечно, идеальны для начинающих, для тех, кто не особенно стремится к развитию, скажем так. Вот, но, смотрите, в общем-то, такие простые вышивки, как вот эти грибочки, их может вышить даже девочка, даже ребенок. Вот еще очередные схемы с маяками. Опять же, здесь предлагается вышить панно на льне. Лен этот уже идет с рисунком в виде чаек, что, конечно же, тематически очень подходит к вышивке с маяками. Эти вышивки разработаны дизайнером немецким Лизелота Хайст Хаген. Она разработала эти схемы по оригинальным фотографиям маяков, которые можно увидеть справа. По-моему, замечательные маяки. И есть такие милейшие вообще-таки нюансы, как вот здесь вышито у подножья маяка на зеленой травке овечки пасутся. Это пасущиеся овечки. Вот и рассказ про саму Лизелоту Хайст Хаген. Вот статья о том, как правильно использовать пяльца. Здесь предлагается обматывать флизом внутренние пяльца перед тем, как заправляешь в них ткань для вышивания. Ну, вроде бы, таким образом ткань меньше деформируется. Вот так вот. И еще один сюжет с маячком. Опять же панно для фенгера. Красивый маячок. И следом за ним, по-моему, еще один. Да, но уже для подушки. И опять же он вышит на лине с распечатанным рисунком в виде чаек. Вообще бесподобно смотрится, потому что чаек сюда идеально просто подходит. Тоже другой дизайнер, тоже немецкий дизайнер. Марион Кесс, Йоко Дизайн. Да. Ну вот этот маяк, пожалуй, мне нравится больше всего из того, что здесь было. Вообще маяки, как известно, вышиваются для того... Ну это уже такая традиция, да, вышивальная, что они вышиваются для того, чтобы исполнилось какое-то желание. И, видимо, вот это подсознательное знание того, что есть такая традиция, вот меня подтолкнуло на то, чтобы купить этот журнал, чтобы не были эти маяки. И, возможно, когда мне появится какое-то сильное, большое желание, я вышью какой-нибудь из этих маячков. Ну и здесь таблица переводов Анкорде, МС, Мадейра и немецкий производитель ВХ. Все. И все, на этом журнал заканчивается. Подводя итоги, я могу сказать, что в нем, конечно же, главное достоинство, как для меня, так и это большое количество сюжетов с маяками. Ну и плюс здесь много маленьких сюжетов, которые будут полезны для начинающих вышивальщиц. Схемы, как всегда, я оставляю под видео. Можете скачать и с удовольствием вышивайте. Креатива вам, творческих успехов, всего хорошего. До следующих встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok